Не оставить без помощи детей, страдающих с сахарным диабетом первого типа, обещали в Министерстве здравоохранения. Сегодня министру Елжану Бертанову пришлось выслушать претензии родителей. На прошлой неделе они узнали, что государство больше не будет предоставлять больным детям дорогие инсулиновые помпы. Как им удалось переубедить министра, расскажет Арай Тимирханова. Это особая пресс-конференция. Здесь присутствуют дети, ведь решается их судьба. Мамы ребят, страдающих с сахарным диабетом, просят Министра здравоохранения ответить, почему в ведомстве решили больше не закупать жизненно важные инсулиновые помпы. От них зависит жизнь и порядка 200 детей. Когда я увидела этот приказ, во-первых, мне было тяжело как маме, но и мне тяжелее было как учителю. Мы не даем возможность детям жить. Желающие высказать свои претензии министру становились в очередь. Каждый объяснял, насколько помпа необходима и почему родители не могут ее купить сами. После такого натиска министру пришлось объясняться. Это возникло с тем, что по информации, которую мы имеем с регионами, очень была такая неточная информация, сколько потребностей. На самом деле те помпы, которые были направлены в регионы, мы не могли четкую информацию получить, они на самом деле до детей дошли или нет. Для справедливого распределения устройств по регионам Ельжан Бертанов предложил создать комиссию из врачей и родителей. Они же и будут решать вопросы закупа помп. У нас есть свыше 2000 детей, которые состоят на учете. Показания определяют врачи. Потребность дают регионы. Сейчас мы проговорили с регионами, есть потребность. Мы рассмотрим, сколько нужно еще детей обеспечить и будем их обеспечивать. Выяснилось, что при закупке государством расходного материала у одного поставщика инсулиновая помпа предоставляется абсолютно бесплатно. Уже через неделю список бесплатных медицинских приспособлений, предоставляемых государством, будет изменен. Но когда дети все-таки получат свои заветные помпы, по-прежнему неизвестно. Арай Тимирханова, Ахмедиар Ильясов, Информбюро, Астана.